Так, чат. Так, ребят, звук есть, нет у нас? Есть кто-нибудь вообще здесь, на этой трансляции? Так, ага, кто-то есть у нас в чате. Ребят, звук, скажите, идёт у нас нет? Ага, Скиф, привет. Так, отлично, ну что? Значит, обнова у нас в игре. И я тут сразу себе взял вот этот вот кораблик, Белканап. Пока ни черта не понял, поиграл несколько боёв, три проиграл, один выиграл. Мегабом, привет. Так, поэтому сейчас посмотрим, что там у нас с этой обновой, с этими всеми нововведениями. Так, ну что, сели поудобнее, поехали сразу в бой. Сейчас буду, если лажать, сильно не ругайтесь. Я что-то сегодня не очень в форме, но обнова требует, требует. Будешь на него делать видео с разрабом? Да не знаю. Найти бы ещё этих разрабов. А, с разбором, блин, неправильно. Да, надо сделать, конечно, видео. Надо, надо будет сделать поигранную. На нём надо поиграть, потому что довольно странный кораблик. То есть тут траектория ракет какая-то адская у него. Перезарядка довольно долгая. Так, сейчас, может быть, музычку включить, чтобы было не так скучно. Ага, ну что, значит, смотрим, что у нас тут. Кто у нас? Белкноп есть. Белкноп, блин, ну все на белкнопах. Понятно. Короче, будут больно бить очень. Всякими ракетно-торпедами. Сейчас, блин, этих ракетников много в игре. Я сейчас поиграл просто со всех сторон. Валят, блин. Плюс вот этот прицел ещё на нём как-то... Не привык я к кораблю, но... Как бы... Я премировал-то его, мне не жалко, потому что я голду получаю от разработчиков. Вот. А так, ну прям не знаю. Вот Гамбург прям однозначно был сразу хороший. Так, смотрите. Вот кто-то плывёт, но... Разумеется, какая ж наводка? Нет. Нет, я сейчас вот вангую, ребят. Сначала в меня ракеты полетят, потом я на него наведусь. Ага, вот Айова. Но Айова не видно. Ладно, пошли к нашим сопартийцам. И ждём, может быть, что-то будет. Вертолётная площадка, да. Вертолёт бы не повредил. Так, уже заварили кого-то, блин. Ну, вообще в игре, конечно, было бы неплохо, если бы всё это появилось. Вертолёты, самолёты. Так, что у нас тут? Они там все за бананом, блин. Ага, всё, поехала. Пошла наводка, видите, наводка довольно долгая. Будем пулять сначала две ракеты обычные. Потом две новомодные. И две такие ещё. Ну, стрелять тут смысла нет. Блин, вот видите, наводка совалилась, и всё, и, блин, плохо. В общем, летят ракеты по какой-то просто адской стороной траектории. А, ну всё, скрылся. И снова наводимся. Ну, давай, 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 давай. Блин, вот видите, ну... Вот эта наводка, это проблема. Ну, можно Айова, конечно, стукнуть. Чё бы и нет. У неё защиты-то нет от ракет. Но из-за того, что эти ракеты летят черт знает как, они могут и промахиваться. То есть от Белкона понадобится уходить через острова. Если от Гамбурга спасения особо нет, то от Белкона по спасению как раз есть. Вот видите, какой-то урон наносится. Он тут непонятно. То ли реально мало, то ли глюк, опять же. Я пока не понял. В общем, перезарядка, конечно, подбешивает, ребят. Блин, близко поставил кнопку прицеливания с ракетами. Ну, вот глянь, вот типа один, один процент снялся. Ну, что это такое? Это ерунда. Мне кажется, это глюк какой-то. Так, ага, пошла наводка, отлично. Это вот всё пропало. Ну, вот это минус. Так, ну, посмотрим, что тут никого. Блин, я один уже, наверное, остался. Так. Непонятно, куда идти. Непонятно троек. Она сначала летит вверх, потом она летит вниз вдоль воды. Давай, может, там вот найдём малого, ладно? Тут тестовый. Не на корову уже играем, тестовый выезд. Блин, вот этот Йентл всех уже развалил. В общем, пока я не понял, как играть на этом корабле, честно говоря. Так, ну вот, сейчас здесь кто-то появится. Ага, блин. Так. Шарик. Ну, давай, наведёмся и сразу. Причём, вот как-то Белкнап, он выглядит не таким даже живучим, как Гамбург. То есть, уже тут прям вот сносит меня. Конечно, я тут тоже налажал, ну. Ну, и вот что там отнялось, что-нибудь у шарика, нет? Ага. Наводимся. Надеюсь, что я там в траекторию вписываюсь. Нет, не вписался. Блин, хреново, хреново. Хреново дело. О, ещё, блин, мне ещё и вырубили всё. А, тут и я её. Ну, блин, понятно всё, понятно. Ладно, ладно. Ну, лажу-лажу сделал, что говорить. Это валить отсюда как-то надо. Дымы когда-нибудь перезарядятся у нас. Ну, смотри, что он не наводится. Ага, пошло. Так, дымов нету. Плыть некуда. Всё вывели из строя, блин. Ловушки. Так, всё, есть дымы, ура. Вот так вот хотя бы тебя стрельнем. Ну, а шо толку? Всё вывели из строя. Никого не бью. О, ещё ракета летит. Ладно, это отведём. Уйдёт ракета, нет? Ну, вроде бы не попали. Блин, как я сюда заплыл? Это фиаско, блин. Это фиаско, братан. Ладно, будем у города, значит, здесь отстреливаться. Врагу не сдаётся наш гордый Белкнап. Ну, давай. Ай, блин, неправильно нажал. Всё. Всё не туда. Да. Первый бой я слил, конечно, позорнейшим образом, ребята. О, русалка, привет. В общем, как-то вот так. Вот видите, не очень у меня что-то получается. Ладно. Будем исправлять ошибки. Может быть, не надо на нём перейти вперёд, как на Гамбурге, всё-таки. Ну, Гамбург как-то... Как-то он и поманёвреннее, что ли. Прям вот Гамбург, прям мне нравится. А этот, ну, не знаю, вот, не понял я. Вроде он и быстрый. Но... Что-то... Так... Гамбург. Так, ну, тут один всего лишь Гамбург, да. То есть тут, типа, просто будет. С задержкой. Ну, типа, да, их надо с задержкой. Тут вот проблема в том, что из-за того, что эти ракеты довольно долго наводятся, ты всё время переживаешь, что пропадёт прицел с ним. И у нас как бы минус, смотри, типа, я, допустим, выпустил две ракеты, а потом, если у меня прицел сбился, то всё, снова их четыре не станет. Стоит ли играть в эту игру после Modern Warships? Попробовать, да. Можно. Она более человая такая, особенно там на первых парах. Эсминцы, да и линкоры тоже. Всё медленно здесь. Но вообще она другая. Я играю в обе игры. Но на самом деле тут, когда эффект новизны пропадёт, то то же самое, что и в Modern Warships. То есть... В этих играх нет цели. Но только вот мочить друг друга. Пока нету социалки какой-то, кланов и чё-то подобного, всё это довольно быстро надоедает. Потому что единственная цель в этих играх сейчас это, ну, накопление вот этой техники кораблей. А шо толку? Так, что-то у меня со мной телефон начал греться прям сильнее. Кружись. Ну вот сейчас попробуем где-нибудь здесь вперёд не идти. Ну тут, в принципе-то... В принципе-то здесь у меня противники обычные все корабли. Он меня вообще видит. Блин, там Ямато целый. Блин, он меня видит. Надо чё-то как-то юлить. Так, надеюсь, что я успею закинуть ракеты. Всё, две хотя бы ушли. Ладно. Ну вот непонятно, что там. Отнимается у него что-то нет. О, по волочкам, смотрите. Ух ты тут так мощно стрельнул. Так, а там у нас вдали кто-то есть. Это самолёт или игрок? Давай сплаваем туда, посмотрим. Так, ага, не успел. Забрали уже. Ну, поехали сюда. Какой-то вот он неповоротливый, не знаю. Так, Гамбург мне вот нравился очень. Да, вот именно что Гамбург как-то. Кажется, повеселяю. А, русалка-то получила 51 лобу в этой, в Modern Warships. Прикольно. А вот и Гамбург, кстати, ребят. Ну вот он тоже. А, ну все сразу кинул. Тут бы ещё понять, какой скоростью они летят. Не вовремя ловушки нажал. Ну, чё-то заходит в него. Так, успеем. Так, от Гамбурга мы ушли вроде от его ракет. Кстати, ну вот механика ловушек мне нравится, как здесь сделано. Прикольно. То есть прям думать надо. Да, ракеты War Thunder. Ещё чуть-чуть и Петра Великого увидим через пару лет, видимо. Блин, тут ещё подводная лодка, по-моему, стрельба. Так, ну от этих ушли. Так, а от чего ты не уйдёшь? У Гамбурга траектория лучше, у ракет явно. Прям явно лучше. Вот, налетела у меня. Угу. Да, да, звук здесь, всё классно. Графика шикарная, прям, в игре. Блин, вот всё плохо. Опять они все правильно сделали. Они, смотрите, все вместе собрались. Так, мне надо разворачиваться. Сейчас у меня, как раз, корабль отремонтируется. Так, ну где вы, где вы? Блин, их там четверо. Так, вот наведётся, нет? Ага, наводка есть. Вот сейчас бы хорошо как раз его закинуть и свалить. Ну, нажимайся. Блин, какой-то галюк непонятный. Как-то не успел. Так, на поворотах у Гамбурга проседает скорость. Да не знаю, у Гамбурга вообще полностью хорошо. Ой, блин, ой, блин. Так, ну вот сейчас надо стрельнуть. И в дымы. И вообще такое ощущение, что у этого корабля всё время что-то отваливается. Ну вот, смотри, хорошо, как прилетело от Ямато. А ему что-то хрен, хоть бы хрен от этих ракет. Нет, нет, зашло, зашло что-то. Вот проблема, что, да, нету никаких этих, не пишут характеристики ракет этих. Так, похоже, я неудачно вышел. Как-то странно, эти ракеты летят вообще реально. Они вообще в него не зашли. Типа, что, близко слишком? У Гамбурга обычно всё заходит. Ой, ни туда, ни туда, ни тут, блин. Нахрень, я нажал эти ловушки, перепутал к нам. Короче, сегодня я не в форме, парни. Дымы, 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 дымы. Блин, ну ещё живой, глянь. Шо-шо странно, они должны уже. Кнопки не нажимаются. А, всё. Блин, я не могу понять, почему я не... Почему в этой Ямато не проходит урон никак? Очень странно, блин. В общем, что-то сливаю я катку за каткой, ребят. Видимо, бурно. Вчера очень ответил я праздник всех влюблённых. Ладно, поехали ещё раз. У нас есть тактика, и мы её будем придерживаться. Как с подлодками. А, я не знаю, я не играю на подводных лодках. Как по мне, они все чётко, ну, более-менее одинаковые. На втором Тере Типка говорят прям вообще о разрыв всего. Да, может быть, из-за этого, из-за того, что ракеты вниз летят. В китайские танки нет, не играл. Я вообще танки не понимаю, как в них играть. Я в тундр это не могу в эти танки играть. Просто, блин, там одни ваншоты, и что-то как-то бред, блин. Ну, вот уже у меня нету реакции мангуста. Это ты про танк, наверное, компани говоришь, да. Вот русалка играет. Да, вот возможно, короче, это проблема, что летят они по воде и в борт прилетают. Это чё-то нехорошо. То есть, наверное, они будут хороши против эти ракеты, таких же кораблей, как Белкнап, ну, вот, с пятого тира. А против линкоров уже не ахти. Я в тундре, но я в тундре в танки иногда играю. Ну, так. Блок снимаю, чисто по кораблям. Потому что про корабли еще хоть что-то понятно. Так, давай вот с Дедом Морозом пойдем. Мне кто-то говорил, что в тундре, на серваке, на этом вообще одни только, ну, вот, русскоязычные, то есть наш регион. Ну, и страны бывшего СНГ, как я понимаю. А у остальных, у остального мира свой сервер. В какие игры по корабли? Слушай, я все посмотрел, что есть, ничего мне не понравилось. Вот вообще ничего. Все какая-то ерунда. Все эти корабли Блиц, вообще какая-то лажа непонятная. Вот какая-то игра по подводной лодке недавно в телегу скидывал, там тоже, ну, как ересь. Так их нету, игры про корабли. А на компе нет ни игра вообще. Я в корабли в эти пришел-то случайно. Через космическую от Артшторм игрушку. Ага, так. Блин, а это тоже Советский Союз. Но он будет по Союзу же, наверное, стрелять. А успели. Ну, туда же еще торпеду кинем. Блин, а тут Гамбург. Давай Гамбург убить. Пушка на этом корабле вообще ничего не делает. Ничего не решает. Вот они пошли, ракеты, и не попадут они. Так, не попадут, понятно. Союзу хоть бы что вообще. Ну, Союзу, я вон от Гамбурга не страдает. В общем-то. Да мы уйдем. Так, ага, вот он Гамбург. То есть, получается, что Гамбург, в принципе, он от этого корабля будет уходить неплохо, видимо. Так, ловушки он скинул, да. Ну, траектория очень странная у ракет. Вот у Гамбурга они как-то облетают все и попадают, блин. А тут черт его знает. Ну, это уже не вторая мировая. Я так понимаю, что вот эти корабли, они уже после войны были. Так, здесь кто-то есть. Но кто? Союзники есть, есть союзники. То есть, вот он сейчас будет высовываться, как в МВ, блин, и от острова играть. Ну, что-нибудь зайдет в него, глянь, что-то зашло. Аж на целых шесть. Блин, как-то маленький урон. Хотя, вот смотри, что-то у него отнимается. Ну, вот, нажимаю на кнопку, что не летит. Какая-то хрень происходит. Просто дичь. Так, вышли ракеты. Блин, как-то на Гамбурге реально было веселее. Да, это вообще еле прет. Так, успеем у тебя торпеды. Что, у меня обычная вообще стоит. А, торпеда исчезла. Ну, ладно, наша команда хотя бы побеждает. Это уже радует. В общем, я бы примировать не стал этот корабль, скажу сразу. То есть, собственно, я этот стрим для этого и запустил, чтобы понять. А надо ли его примировать? Нет, не надо. То есть, если он сразу не заваливает всех, а под него надо что-то подбирать. Ну, наверное, это не очень хороший вариант. Ну, сейчас Ямато, понятно, он получит, наверное, свое. Хотя... Ну, что, сделаем еще один залп. Так, не видно, летят наши ракеты. Ага. Он сам дым и поставил. Ну, вот, попадают они, нет? Попадают что-то. Ну, как... Блин, очень маленькие цифры урона. Не, а вот пошли, да? Блин. Не хватает здесь тренировочных этих комнат, так называемых. Чтобы, ну, как-то вот понять, что ракеты, что отнимают, что не отнимают. Так, сейчас мы посмотрим этот характеристики. Наверное, надо было с этого начать, блин, с инструкцией. Ага, вот он, Гамбург. Сразу в него торпеды. Ну, на Гамбурге, кстати, еще и пушка что-то делает. А здесь пушка ничего не делает. Ага, вот, хорошо он кинул, кстати, ловушки. Немного зашло от меня. Ну, и, конечно, бесит. Айс, а тут еще и союз. Так, да, мы. Все. Но все равно попали в меня. Глянь, блин, сразу союз. Союз вообще, конечно, прекрасен. А, еще и мне выбили управлено, блин, вообще. Ну, ребят, если еще один бой, я налажаю, это уже как-то совсем. Перебор. Ага, так. Управление вернулось. Срочно за остров уходим. Срочно. Если я в него не уткнусь, хотя бы бортом часануть уже неплохо. Блин, Гамбург откинул ловушки. Срочно, срочно в него палим. Так, уйдут его ловушки. Ушли. Блин, красиво. Вот здесь ракеты пролетают. Это, конечно, да. То есть, ну, в принципе, у игры есть потенциал какой-то такой. А, блин. Ага, отлично. Дымы. Уходим в дымы. Надежда появилась, но слабая надежда. Блин, ты что, и бомбардировщик летит. И уже что-то кидает в меня. Слышен звук бомбы. Попадет? Не попал, ура. О, блин, терпится. Блин, что, я тут один вообще, что ли, страдаю, ребят? Где моя мега-команда? Смотрим, как торпеда, ракеты летят. Ну, блин, что урон-то не проходит? Вообще нет урона. Просто никакого урона. Так, причесал меня Союз. Ну, есть надежда уйти. Хотя уже уходящая надежда такая. Блин, а тут не островы, ничего. Моя команда где-то там плавает. Нахрен я им не сдался. Ну, хоть, блин, забрал ее. Хоть одного забрал. Блин. И вот, смотрите, все время выбивают этому кораблю управление. Опять же, с гамбургером что-то я таких проблем не наблюдал. Вот прям, ну, нету здесь управления и все. Ну, ты хоть и тресни вот просто. Так, поехали. Не можем управляться. Можем уже управляться. Так. Блин. Все летит в меня, ребят. Как страшно. Очень страшно. Очень страшно. Но что-то надо делать. Пока дымы спасительные не появились. Говорит, это еще из пушки попадем. Ну, это живи, живи, живи. Так. Ну, шо. Уйдем? Нет. Вряд ли. Эти, блин, там что-нибудь делают вообще. Блин. Вот вроде как попадает он, да? Как получить такой декоратор Ника, как у тебя? Это декоратор для тех, кто что-то сделал для War Thunder. Ну, то есть, короче, блогеры, тестеры их таким образом поощрили. Поэтому получить его просто не получится. Рекламировал ютубера по танкам. Да, Саныч. Короче, да, пропал он. У него трагическая история случилась. Он потерял свой телефон. И человек, который нашел этот телефон, удалил канал. По приколу, видимо. Может, чтобы не нашли его. Ну, и, короче, что-то он начал. Но потом, видимо, охладел. Видимо, все-таки на человека это сильно подействовало. То есть, ну, печальная история, конечно, очень. Какая-то тварь просто взяла и канал удалила. Ну, блин, ну, пока он ничего не упускает. Вроде как вблиз решил вернуться. Но я думаю, что может быть еще вернется. У него хороший канал был. Он хорошо все делал. Мне вот нравилось. Я как бы поверил в парня. Так, блин. Ага. Ну, вот еще вот, да, траектория ракет это не нравится мне абсолютно. Нет, ну, тут мы выигрываем. При этом я все-таки на втором месте, я думаю, хоть первое место займу по урону. И вот смотрите, да, скорость падает просто катастрофически у него на поворотах. То есть, вот у меня в половину просто скорость падает. Так, разные типы ракет. Одни для даль, другие для ближки. Дальние, как у Гамбурга. Ну, ближние, типа, они летят, да, они поболее, вот эти, которые, да, имеешь в виду, наверное, маленькие ракетки. Они летят по более прямой траектории. Но проблема в том, что дальние по дурной траектории абсолютно идут. Так, ну что. Ну, вот видишь, на Гамбурге парень набил больше. У меня, кстати, вот есть статистика какая-то. У всех показывают процент побед, а мне не показывают. Почему? Странно. Сегодня все блогеры, блин, по тундре стримят что-то, пацаны. Так, мини-параметры для дальних ракет. Ну, сейчас посмотрим. Да, вот скорость у него. Ну, сейчас, может быть, сравним. Так, что там у нас пишут? Вот какие здесь ракеты, какие, ребят? Вот, очень понятное описание. 340 и 340. Ну, опять же, как считать урон этих ракет? Одних 4, других. То есть, она одна ракета. У нас, ребят, смотрите. У нас в карточках кораблей, сразу скажу здесь, полная неразбериха. Сейчас покажу вам. Сейчас я вам покажу. Я уже просто от этого, ну, вот, устал. Значит, они в какой-то момент решили поделить урон с кораблей на урон с борта. Чтобы было понятно, сколько с борта наносит корабль. Вот у Полтавы у нас было 8000 урона со 120 миллиметров. Но поделили криво, и теперь здесь 3220. Написано. На самом деле урон остался. То есть, тут, ну, вот, получается, там должно быть 4000. А вот на Ворспайте, на Ворспайте. А, нет, смотрите, на Ворспайте исправились. Молодцы. Только они, по-моему, перестарались. Там должно быть больше, как раз, наоборот. Со 152. Там должно быть тоже как раз 4. Потому что у него 8000 было заявлено. В общем, все вот эти карточки, это просто сейчас какой-то бред полный. То есть, ну, я не знаю. Не смотрим, в общем, карточки. Так, давай гамбургера попробуем, сравним, так сказать. Да там вообще ничего сейчас не указывается с борта, не с борта, как они писали, ребят. Вот просто скажу вам карточкам, не верьте. Я бьюсь над этим уже 3 месяца и матерюсь. Но, вроде как, вроде как кто-то занялся, но занимаются криво. И главное, что старые карточки кораблей я все потерял. То есть, у меня были скриншоты. И что там уже на самом деле, просто никто не знает, какой он должен быть урон. Так, что у нас? Гамбургер. Так. Ну, тут тоже надо тактики придерживаться. Кто против нас? Гамбургер, Бисмарк, Советский. Ну, блин, ну тут... Ну, вот. Так. Ну, вот смотрите. Смотрим потерю скорости, ребят. 57 километров. А, смотри, молодец. А я его стрельнула куда-то. Не, ребят, не, потеря скорости там колоссальная. Но тут я на 57 километрах в час иду. А на этом, как его, белки на этой, там гораздо меньше. Не наводится, гад. Вот. Куда я? Куда? Ладно, этому ничего не будет, типа. Это моя вечная история. Не смотрю, куда иду. Но я его так подтолкнул в верном направлении. И спасу вот этого типа. Можно сказать, это командная работа. Интересно, прикроет он у меня свои туши от этого Гамбурга? Давайте по Айове зарядим. Из того, что есть. Блин, какой же звук шикарный. Как бабахает все. Ну, на Айове прям чувак аккуратно играет. Во всякие там дымы заходят. Вот это, вот это урон. Не понимаю, все, прилетело Айове. Хорошо. Назад-назад. Там вражи. Вражи Гамбург. Как бы убить? Айову или Гамбург? Да, Айову. Гамбург на меня сейчас не наведется. А я на Айову почему не навожусь, кстати, вопрос. Я же ее вижу и не навожусь. Все, Айове хана, ребята. Вот, теперь надо выносить гамбургера. Так, тут надо не забывать, что тут орудия есть. И они работают, особенно против вот этих гамбургеров. Так, торпеды кинем. Так, чисто для острастки. Никуда они не попадут, но тем не менее. Давай еще, блин, с торпедами вообще все хорошо. У Гамбурга. Так, скорость повыше. Ну, кстати, кстати, у нашей команды дела-то не ахти. Ага, вот он. Вот, попали чуть-чуть. Отлично. И вот, смотрите, кстати, наводится наводка на Гамбург. Но у Гамбурга явно лучше. То есть там вообще, блин, пиксель корабля виден. И все хорошо. Все прям чудесно сразу становится. Да ему выбить рули, что ли, как-то. Да все, закончился. Кто-то, кто-то помог. Но в целом, все равно вот... А, у меня сегодня островная болезнь. Но в целом, все равно, увереннее Гамбург чувствуется прям вот быстро. Он радует. Так, я не хочу покидать машину. Как вычисляется урон, тоже никто не знает. Я пытался разгадать. Сидел, блин, весь формулами обвешался. Короче, мое предположение, что здесь у корабля есть хитпоинты. Но на самом деле, они не указываются. Экипаж, который указан на корабле, ничего не значит. Там важна сама пропорция большого к меньшему числу. Она важна очень. Но, опять же, она ничего особо нам не говорит. То есть, там утерпится в два раза больше экипажа, чем у Кронштадта. Но Кронштадт живучая, по-моему. Ну, типа того. То есть, ни о чем нам, в общем, не говорят эти цифры. Поэтому единственный способ понять, какой корабль более живучий, это вот характеристика. Там у него есть эти цифры. Не цифры, а полосочка, которая становится темнее там, светлее, когда переключаешь. Разработчики не ответят. Я спрошу. Когда мы попадаем куда-то, когда мы попадаем куда-то, там явно есть вот этот критический урон. То есть, вот эти модули, в которые мы попадаем. Это, блин, не успел. То есть, допустим, в погреба, когда мы попадаем, там какой-то множитель есть урона. То есть, там стопудово по этой механике работает. То есть, не у погребов какое-то количество жизни, а умножение именно урона. Потому что залп в погреба там с Ямато и залп в погреба с какого-нибудь другого корабля по-разному будет. Так, все, уходим. А, я один остался, пацаны, я один остался. Начал говорить, как ведроид. Так, все спрятался. Блин, а Союз, ему же вообще похрену, блин. Ему же похрену метели вообще все эти ракеты. Но и он сам не высовывается, видите? А я его вижу. Не, вот уже высунулся и уже готов стрелять. Ну, может быть, не выстрелит. Ну, пускай он не выстрелит. Нет, пошел вперед, в атаку идет. Маневрируем. Эть, не попадешь, не попадешь, попал. Ну, где ракеты-то? Ракеты придут сегодня, нет куда-нибудь? Так, завалили мы какой-то самолетик. О, все плохо, все плохо. Что-то у меня клепает меня Союз. Мы будем уходить от него, значит, что делать от нас? Нам нужна дистанция. Будем валить от Союза. Эть, вот это я понимаю, блин. В веселухах. Блин, да эсминцы против линкора. Смех и грех. Ну, давай, давай, вылезай. Так, мне бы там не впередся куда-нибудь бы. Ну, его надо видеть. Ага, вот долетели какие-то ракеты, видимо. Или торпед дошли, что ли вообще? А, ну он стоит. Типа, может быть, сейчас мы в него еще и торпеду торпедируем. Так, пошел урон в меня. Попадет? Нет? Блин, что-то много вас, ребят, очень. Меня стреляет. Я же не могу от всех уходить. Эй, тететететет, блин. А он еще и подлечился. Ах ты ж, зараза какая. Блин, а вот теперь проблема у меня. Я на краю карты. Там еще фусочет старается. А фусо же он больно бьет, блин. Как известно. Давай, 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 Союз. Наводись, наводись, наводись. Отлично. Пошли ракеты. Очень красиво это все, конечно. Угамбург вообще живучий. Он просто живучий. Я не знаю почему, как-то. Но он реально живучий. Но более живучий, чем тот корабль. Вот, мне так кажется, что более живучий. Вот сейчас четыре ракеты. Должны залететь. Пожалуйста, залетите. Надо хотя бы утопить Союза. Сказал тоже, хотя бы утопить Союза. Вот смотрите. Ведь он мог утонуть. Но нет. И он сейчас там будет стоять, чуваки. Вместе с этим фусо. Да, не хватило чуть. Но все все равно скажут, что я сражался, как лев. Блин, стрим посвящен этому, как его, белкнопу. Играем в результате на Гамбурге. Ну ладно, что? Что затягивать конец? Ну они там так же и будут стоять. Блин, он еще сейчас будет оплывать этот остров. А он еще и вылечился весь. Ну мне, в принципе, лечиться сейчас, наверное, не надо. На случай, если мне выбьет какой-нибудь элемент управленный. Давай через остров зайдем как-то. Даже не знаю. Ох. Да. Эпическое противостояние. В меню сейчас посмотрим. Давай сравним. Так, ну что, выходим аккуратненько. Да, вот это неаккуратненько называется вышел. Ой, херовенько я вышел, ребят. Очень хреновенько я вышел. Я сейчас не успею отличиться. Не, ну а что, может мне тоже там встать, блин, просто? Постоять. Хотя они выигрывают, получается, по этому. По очкам. Не, это, наверное, конец. Они просто по очкам выиграют и все сейчас. А что мы не плывем никуда, ребят? У нас же все вроде починено. Ракеты прилетят, конечно, в этот союз, нет? Ну, смотри, вообще не идет никуда. Просто корабль встал. Ракеты не приходят к нему. Да, наверное, надо было затянуть просто все это и стоять на месте. Ну ладно, шо ж. Давай хоть урона набили. Ну, короче, Гамбург круче. Так, по характеристикам. Блин, неудобно сейчас все сделать. Значит, экипажа у Белкона по чуть-чуть больше. Смотри, у Гамбурга, типа, у Гамбурга сильно больше время поворотов, поэтому это все медленно. Так. Скорость у Гамбурга тоже выше. С новыми машинами. Ну и урон. Блин. Смотри, а вот здесь вообще урон в секунду на ракетах. Типа, у этого побольше урон в секунду на Белкнапе. Это верхняя, наверное, маленькая ракета. Перезарядка написана у ракет. Блин, 0.24. Это что вообще 0.24, значит? Так. Ну, 0.24, это ни о чем не говорит. Это не перезарядка, а хрен пойми что. В общем, не знаю. Какая-то лабуда. Все неясно. Ладно, попробуем дальше помучиться на Белке. Может, правда, надо очень аккуратно играть. Ну, вот этих двух, конечно, гавриков оттуда из-за острова не выковырять было бы никак. Они бы просто не вышли. И это можно в мучение было бы превратить. Ла Фонтенские острова. Так, что у нас тут? Белкнап? Ну, все то же самое. Так, чувак с иероглифами имеет кто-то вообще из наших, по-моему. Штирлиц. Прекрасный никнейм. Так, у нас тоже Нюнбург есть. Мы примерно одинаково все. Не люблю эту карту. Все закрыто. Ну, в общем, не знаю. На Гамбурге, хоть я как бы бой там и слил, но тем не менее. Там один против двух. У меня 400 тысяч урона. Но на Белке пока так не получается. Да, вертолета не хватает. Вообще, конечно, хорошо бы развивали бы этот флот. Разработчики. Потому что потенциал есть. Если бы они авиацию ввели, это бы флот просто возродило. Сколько в Modern Warships людей пришло ради самолетов просто, чтобы полетать. А в Tundra тут, конечно, графика крутая. Но она и требовательная достаточно игрушка. Хотя я вот сейчас на максимуме играю, по-моему. Да, на максимуме. На максимуме и стрим веду. Хотя экран темнеет. Несмотря на то, что я подключил этот охладитель к телефону. Так, уже летят ракеты. Ну вот, я не знаю. Ну что, ну вот встать вот. Вот встать и стоять. Вот это как бы тактика в этой игре самая такая. И ждать, когда к тебе приплывут. На это, блин, скучно. Ну вот-вот. Будет наводиться? Нет. Давай, 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 давай. Не успел. Ну, оптимизация, ну... Да нет, ну здесь нормально, кстати. Здесь проходит оптимизация в этой игре. Но в любом случае, да, требует мощный девайс. Ну сейчас все игры будут требовать ребят мощный девайс. Ну, конечно, в Modern Warships вообще там проблема с оптимизацией лютая. Но она проблема, мы ее понимаем, потому что она раньше хорошо работала. А потом начались проблемы. А вот это, ну... Здесь подтянули они, кстати, очень неплохо все. То есть, когда я запускал эту игру там в самом начале, я еще плевался от нее. А сейчас прям даже как-то и нормально. Так, оно вот здесь вот есть. Вот посмотрим, кстати, зайдут ракеты или в острова эти врежутся. Нет, что-то заходит. Ну так не актив союза, не активно. То есть, гамбургер, по-моему, бил повеселее. Может быть, мне кажется. Может, я просто гамбургер люблю. Я на нем рекорд по урону поставил. 700 тысяч набил, блин. Ну, типа, здесь я сейчас вот пока... Пока он не вышел в союз, я буду безнаказанно стрелять. Но вопрос там, попадает ли там что-то. Блин. Нажимаю на кнопку. Ну, давай. Но очень-очень... Блин, опять я персову, а тут еще и вот такой тип есть. Ну, да. Ага, союз нашел меня все-таки в результате. Так, а белка на потолок кто-то стукнул уже больно. Они все вместе едут, блин, что, в команде что ли играют? Не удивлюсь. Я на последнем месте. Все самое интересное там происходит. Гамбург был где-то. Может, к команде с кем-нибудь поиграть. Ух ты ж, блин. Здрасте, приехали. Ты здесь откуда? Блин, наводка бесконечная просто. Ой, ну, красиво. Ракеты, конечно, залетают. Попадет что-нибудь? Что-нибудь попало. Но хотелось бы посильнее. Давай сюда пойдем правильно, натерпится. Терпится, завалим же. Должны же. Ага, отлично. Ну, хоть кого-то. Так, там никого не осталось, поэтому идем сюда. А, ну все, два на два у нас. Значит, мне надо с этим типом как-то что-то... Он же в этом вообще, что у него? Фусо? Угу. Так. Значит, догоняем Фусо. Против нас Союз и Сталинград. Это внушает какой-то оптимизм. А может и зря. Так, Сталинград. Ну, Сталинград же он. Не особо мощный корабль. Насколько я помню. Так и в дымы. Думаю, мы его, этого товарища, прикроют, нет? Блин, его сейчас завалят. И вот, смотрите, что-то я не видел, что там что-то зашло в этот Сталинград. Что, им ловушки, что ли, дали? Или это ракеты все-таки такие? Мне нравится принцип «выстрелил, забыл». Угу. Так. Ну что, пробуем? Блин, наводка бесконечная просто, ребят. Очень долгая. Так, опять остров. Мне на них сегодня везет. А, все-таки уперся в него. Ну, сейчас мы кинем ракеты. И в дымы уйдем. Ну, давай, 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 наводись. Не успел, блин. Отлично. Еще живой. Ну, ракеты вообще хрен заходят. Я смотрю. Там урон что-то не наносится. В общем, не нравится мне этот корабль. Какой-то он. Да вот урона тут и она что, нету, блин. На 24 перезарядка это, да нет, ну нет, не 24, ну не знаю. А почему на других тогда цифры там 3 и сколько-то там, или еще одну? А, ну я один на один, кстати, остался. Типа, сейчас будем смотреть. Что, есть возможность, нет? Ну, на Гамбурге тут будут точно забрали. На этом еще вот этот... Да, это скорее всего между ракетами. Кулдаун. Мне вот тоже так кажется. Вылечимся совсем, что, аптечек не жалко. То есть, вот Гамбург чем хорош, да? Он типа маневрирует очень круто. То есть, вас стреляют, если, ну, вы воюете против линкоров. И вы уходите от залпов. Ну, там типа процентов, 70, наверное, залпов вы переживете. За счет маневренности. А вот здесь, непонятно. Блин, это Союз. Ну, вот смотрим, короче, ребят, что. Не будем ничего выдумывать тут, что тут выдумывать. Блин, опять нажал на кнопку. Думай. Вот зайдет в него что-нибудь или нет. И все время управление у него теряется. У этого корабля просто постоянно. Вот что не сделаешь, блин, ну, попадает тебе все. Ты никуда не рулишь. Ну, а один процент сняли. Ну, посмотрите, как замечательную. Как замечательную. То есть, если этот корабль типа, вот, можно сказать, он будет против Гамбургов, там, Наверное, да. Но против кораблей старых, вот этих линкоров, так как Гамбург, он не им будет явно, вот. Просто явно. И вот смотрите, что они там ушли, опять ракеты куда-то, не пойми куда. Блин, какая-то хрень просто. По одному проценту снимает. Что это вообще такое? Вот как-то вот, знаете, вот, недостаточно хорошо настроили их. Американские хваленые вот эти вот, знаешь, инженеры. Он просто не пробивает, блин, Советский Союз. Ну, Советский Союз, ну, не, ну, вы видели, да, Гамбург все-таки его пробивает. Да хорошо так. Все-таки, скорее всего, из-за вот этой траектории абсолютно дурной. Если это сделано, чтобы, типа, забалансить корабль неким образом, типа, вот, ну, здесь такие ракеты, ну, это как-то... Ну, а смысл вообще от него тогда? Ну, и что, все, наводки нет, да? Вот я тебя вижу, братан. А, нет, не вижу. А вот так вижу. А вот он меня видит как раз. Вот смотрите, да? Ни черта не наводится. Тут, короче, еще вот с этими прицелами ж беда, блин, в игре. То есть тут наводка, не пойми, как работает, по какому принципу. И она периодически сбрасывается просто на ровном месте, даже если ты там хорошо... Привет, ребят. Если ты даже хорошо целился. То есть наводка может сбрасываться. И вот что делать вот еще, блин, ну, хрен его знает. При том, что она на этом корабле достаточно долгая. с самих ракет. Да. И повороты эти. Не знаю. Да не, ну, тут, ну, понятно, что это все ерунда. Ну, блин, пока наведется, и еще они сейчас выстрелят и урона ему не нанесут. Ну, смотри, как-то они... Да, да, ребят, это урон. 10 процентов. Ну, вообще прям... Ну, что тут можно вот сказать? Уже я тут вот как дурак, блин, кручусь на месте. И туда, и сюда. И сюда, и тут. Ну, и что? Как ты относишься к воду ракетных кораблей? Хорошо отношусь. После ракетных кораблей уже на других не хочется играть. Ну, блин, ну, так я вам бы играл. Мне не нравится здесь система абсолютно стрельбы. Здесь нет упреждения. Все это максимально как-то неинтересно сделано. То есть, если бы здесь надо было вот целиться, типа, упреждение брать, как Modern Warships, было бы прям, ну, круто, наверное. Здесь этого нет. А, у меня лечилки еще закончились. Смотрим, ракеты зайдут? Нет. Хоть чего-нибудь в него зайдет. Ну, ребят, ну, по 10 процентов, но это несерьезно. Просто это несерьезно. Ну, что там такое? Я стреляю, стреляю в него. Вот, поэтому, поскольку здесь артиллерия неинтересно реализована, ракета это хорошо. Если бы здесь была хорошая артиллерия, было бы, да, возможно. Ну, опять же, ну что, ракета классная механика. Так, ребят, 5 минут перерыв у стрима, и я сейчас вернусь. так, ребят, Так, в�е. Так. 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 Продолжение следует... 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 так подводник не попал этим подлодками тоже непонятно блин ребят но вот когда принятие воевать против подводной лодки стреляя с калибра в рубку ей там 406 миллиметров но это типа не совсем как бы нормально не совсем как бы логично при том что кстати на гамбурге стоят ребят установки рбу противолодочные но они стоят качестве декорации они не работают ну а чё у нас ракеты не запускается она типа имеет ныряют не попали да вот с ракетами проблема я просто надеюсь что кто-то этот стрим посмотрит и себя для себя сделать выводы стоит ли этот корабль примировать потому что мне как я говорю мне ресурсы восполняются очень хорошо а вот у обычного игрока не так хотя вот человек обещал выкатить статейку про то что можно горит хорошо очень поднимать голду в этой игре но ждем когда он напишет я ее на своем канале озвучил и в телеге будет я думаю что не починит потому что ну обновление не так часто с ремонтами ну не знаю но опять же ты сейчас начнешь делать эти скажет а вот хотите имбу типа сделать ну да и к тому что других забот хватает нет в нынешнем виде он не достоин примирования а вот гамбургер как раз достоин гамбургер просто замечательный гамбургер веселым быстрый гамбургер быстрый у него очень хорошо летят ракеты у него классная траектория вот это кстати фишка с ракетами которые летят по воде я наверное знаете для чего сделано это типа чтобы с ловушками с ними было сложнее бороться то есть у тебя не вдоль воды летят а если поздно откидываешь ловушки то ракеты они новую велика вероятность что они вверх пойдут но все равно там в настройку грубо говоря ударит а мы тут я вообще на этой дистанции ничего не могу сделать они просто у нее не попадают маленькие ракеты по прямой идут попала 99 процентов 9 процентов вот это урон вот эти вот ракеты оставьте пожалуйста меня вот еще 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 дайте мне вот этих ракет они вот этот эти эти игры которых две вот их бы лучше было четыре надо подлодку да блин да будет скорее всего и такой но это будет очень бы проблема с подлодками что них хрен попадешь ну реально но в них не будут они же когда вот эта рубка торчит они же ничего не боятся если тип ой блин опять я уткнулся если тип умеет играть на подводной лодке ты вообще ничего не сделаешь там то есть подводной лодке надо как-то балансить чтобы они пашни наглели то есть подводник вот по логике хорошей логике до себя чувствовать безопасности только под водой а вот перискут на перископной глубине и воду он должен его должны все долбить но зато когда он там сидит под водой и вообще ничего доставать не должно кроме глубинных бомб опять же глубинные бомбы хотелось бы чтобы имели больше радиус потому что я за всю игру сколько играю все два раз кого-то этими бомбами забрала даже не пытаюсь потому что но они точно имеют удар но ты никогда не попадешь я бы если говорить ну как я бы сделал я бы подводником дал бы возможность пуска торпед из-под воды не с перископной глубины как жизни но при этом на перископ на глубине они было я бы сделал так чтобы они сквозь воду пробивались бы снарядами хорошо то есть чтобы подводники рассчитывали кислород и играли как подводники шоу он вот чтобы он тоже ныкался где-то там всплыл затаился но на перископной глубине чтоб ты прям попал и там вот с пониженным коэффициентом но урона бы наносил хорошо так был к вам прохал но вот смотрите тут вообще один белка по сейчас посмотрим нет шноркеля который позволяет и пополнить кислород под водой я не знаю что такое шноркель к стыду своему хотелось бы комментарий по этому поводу от вас услышать ликбез нужен корабельному блогеру так они там у нас где у нас так смотрим где-то там есть так но если меня сейчас сразу не завалят это будет интересно кстати да вот смотрите тоже интересно да у этих кораблей нет самолетов и не будет самолетов а уже убили кого-то еще замечать соответственно шо нам вертолеты нужны потому что у нас есть 5 тир будет без самолетов ли как без разведки это печально ну да подводный пуск бы пошел лодкам но при этом они не должны наглядь тоже сейчас они там на такой скорости и в эту антенну хрен ты попадешь то и ну не нормально это либо давать средства борьбы с подлодками я не знаю какие-то типа рб у тех же которые рб у поражает торпеды поражает лодки в общем не до работы но игра сырая то есть я как бы всегда об этом решил ребята игра сыра и вот ей по сути она должна была бы выйти через год вот посмотрите она будет через год если через год проблемы не решаться то тогда уже можно будет прям прям серьезно критиковать хотя я и сейчас как бы не сильно там останавливаюсь дифирамбы тоже особо не пою ну где то что мне нравится я говорю хорошо тоже не нравится грешу плохо но опять же чтобы что-то поменять нужно чтобы не один говорил уж я общаюсь через наших комьюнити менеджеров доношу свои мысли какие-то до руководства обычные игроки могут долбить в дискорд предложки официальный ага так спасибо понял про шноркель так смотри кто-то меня хорошо так запустил ведь есть это бой идет никого не видно блин а вот он гамбургер еще бы навестись на него блин как-то так ну хоть две ракеты пошли уже радует по мне кто-то запустил кто-то меня увидел вон оттуда аж увидели меня ладно летят интересные эти ракеты кто там запустил меня если такой же вот этот несчастный как я ни хрена мне не будет по идее потому что будет ладно откинем ловушки не поздновато нет вовремя все правильно а вот сейчас 2 зайдут еще так отвел он меня по одному проценте пушечкой поснимаем так вот мне кажется сейчас его подловил если они зайдут все ракеты то все будет хорошо которая закинул но они могут ведь и не зайти они не заходят бред и вот это кстати ракета тоже не сразу срабатывает как надо мне все попали отлично так мы в меня прилетает тоже прилетает прилетает ладно одну ракету придется потерпеть полем все тут так страшно а еще торпеды что-то попало ну давайте ребят давайте так у нас же тут союзник есть учете ракеты не наводится долго наводится долго так внизу ран советовал сначала эти ракеты запускать ну ну а вот эти наши основные ракеты вблизи вообще не хотят работать я так понимаю вообще не работают до да не ахти не ахти вблизи этим кораблю вообще бесполезно что-то делать основные ракеты не за вне заходят вблизи так в итоге написал большой пост я понял я понял но тут не факт что и прям насрать опять же изменения в играх долги всегда очень даст буду с балансом тут шо надо делать тут надо во первых смешение тиров остановить так что получается получается что на этом корабле в ближний бой не надо ходить вообще с гамбургом в ближнем бою эти торпе эти ракеты не заходят заходят только вот эти маленькие ракетки но и всего 2 соответственно у гамбурга преимущества гамбургер подбор под подходит ближе и забирает нас торпедами ракетами и пушек у него еще больше и я думаю что своими пушками он погреба может нам все пробить комьюнити ну да есть такое дело ну ты же понимаешь что токсично это подростки некультурные всякие это я не к тому что типа против подлоска подростков есть тоже культурные но когда вот это начинается а все фуфло ваши корабли и зачем вообще ну я не знаю зачем это все достаточно много людей которые играют и там и там в обе компании прям вот хватает их большинство вообще скорее всего то есть чистых чистых подводников ой фут подводников чистых кораблистов и чистых танкистов меньше блин все на этих гамбургах ну а чё давай встанем просто и будем долбить вот этого малого если мы его конечно увидим вот видим блин пушку очень плохо наводится эти ракеты прям вот но чувствуется проблему прицел сбивается наводки как чуть попали за чуть-чуть попали меня еще где-то долбит блин вот тоже кстати хреново ты ни хрена осмотреться не можешь то есть ты как только что-то куда-то отвел прицел потому что ну надо посмотреть все сбивается так нужно на пятую ранку управлять айову типа была версия с ракетами жда и айовы и миссури может быть сделаю сестер шип какой-нибудь ракетник они что модернизацию эти корабли получили айова там вот я ролик когда делал читал они в персидском заливе даже поиграли поиграть повоевали по-настоящему так а терпись кэш по мне стреляет ну кому же еще да камеру свободную вот надо прям вот надо так смотрим как летят эти ракеты да и вот смотрите они зашли они зашли но урон принесла только одна нам да уж все кинем да плохо дело плохо дело а еще и вблизи не на четырех километров должны зайти вот только уже мои товарищи все сделали за меня а я как всегда без этих без рулей так починить чё вот вот этому кораблю бы реально поменять траекторию полета ракет и все будет прекрасно если бы терпицу дали торпеды ну типа кто-то говорил что я не помню кто а да терпись должен быть с торпедами хотя уже по логике надо бисмарку давать потому что он по логике игры я имею ввиду потому что он выше по тиру и он получается не сильно лучше терпится а если нет разницы зачем платить больше ну вот опять никого наведения нету давайте кинем то что за две торпеды на всякий случай мне очень не нравится что это корабль медленный ну то есть немедленно медленно поворачивающийся очень не нравится прям ну да да бисмарк но но бисмарк просто в этой игре как бы ну я не то чтобы там фанатка rix marine хотя мне очень нравится терпится в этой игре но блин я знаю что люди ждали бисмарк люди хотели этот корабль а его сделали таким никчемным никчемным это очень печально то есть но хотя бы блин я говорил но ребят сделайте им перезарядку пару секунд снимите с перезарядки и будет топовый корабль на своем уровне на своем уровне но нет остался не услышал там я так понимаю не так много людей занимается вообще этой игрой у меня есть такое ощущение то есть не успевают просто но я стараюсь что-то говорить опять же я знаю что ролики мои вроде как смотрят разработчики в том числе человек который кораблями занимается так кого нибудь хоть залетят эти ракеты блин они у этого один процент снимают да что ты будешь делать а ой серия вспомогательных атак утопили все таки его бесполезный какой-то корабль не знаю вообще мне не нравится вот настолько вот прям не нравится может быть я играю даже скорее всего но но чё то вот чё то в нем не то вот вот есть у него какой то вот минус все видим конечно все не то ну так ну да 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 намудрили я согласен хотели получить механику новую получили туфту но тут же надо понимать что они этот как всегда тестируется все на ботах а с ботами все нормально то есть там ну сколько тестеров чтобы они друг с другом сыграли ну немного ну опять же они там я не знаю на чем рубили друг с другом а улитки не могла бы поменять бисмарк и тирпиц потому что есть люди которые за деньги купили эти корабли и они скажут а вот ну не знаю типа ради нас не будут заморачиваться я думаю просто ну вообще вот если говорить что ну вот что такое у нас вот вот этот у нас есть пятый тир да ну два корабля нужно такое ну их надо было сразу 10 выкладывать тогда но у нас то есть ресурсы тратятся но вот у нас выкладываются в ящиках корабли еще два корабля в ящиках но там по сути сейчас сестер шипы идут то есть опять же я не думаю что там на модельке этих кораблей много очень времени уходит хотя но уходит конечно но они скорее всего их просто как-то там не сильно меняют то есть понятно что моделлер дача который вот это все разрабатывает это это денег стоит нарисовать эту часть такой корабль с текстурками все красиво один корабль в месяц это очень мало то есть это о чем говоришь ему пятый тир получим к новому году нормальный законченный так это несерьезно а с кем играть всем этим белфастом фу белфастом белкопом и гамбургом ну потому что но гамбург то оно им будет же реально но он им будет блин так это вообще бот скорее всего хотя не факт ну вот поэтому не хочет ну давай давай сводись блин блин вот ракет много но они и бестолковые а может и не бот много ракет но они бестолковые с долгим кд так я еще попал в этого типа то не 0 хотя вроде ракеты ушли по боту вдарим ты же если это вот бот забрал бота прекрасно так ну что они там остались давайте будем издалека пытаться пострелять а ну тут ямата и коронштадт в принципе люди не очень интересно хотя блин на этом корабле интересно потому что он еле наносит урон а ведь коронштадт это живучий кораблик достаточно кронштадт был хорош конечно когда его добавили в этот ящик да он не мощный но он живет и там человек который выбил сразу на четвертый тир пришел сейчас зачем добавляют эти корабли на третий тир третий тир не играбелен абсолютно из-за опять же ямато которого к ним кидают так третий тир был интересный мне нравился третий тир большие корабли можно было там включить лекцию комнате клима жукова и послушать пока играешь на этом же корабле так поехали вперед все равно 10 тысяч урона это конечно позор если бы для задачи для ящиков но я вообще эти ящики не прохожу мне не нравится и там как бы нет смысла по моему большого проходить эти ящики я имею ввиду ну нет ну как опять же я имею ввиду ради кораблей потому что корабли сейчас кладутся туда ну так все вот техас говорят вроде ничего вроде как он живучий чапаев это сестер шип по сути свердлова а свердлов он вообще по довольно слабый корабль то есть там блин ну новый орля он сразу по всем характеристикам лучше самый первый корабль да понятно что да полно интересных кораблей которые в игре могли бы быть там народ ждет все эти кого-то там были на решилие блин опять же там эти проектные корабли да много чего можно было бы добавить Арканзас был хорошим да Арканзас великолепен Арканзас просто вообще он лучший из всех кораблей которые были в ящике ну если его там не с Кронштадтом не сравнивать вот Демойн мне нравился Демойн прикольный но Арканзас так это вообще просто пушка бомба вот он прям вот да вот это хороший корабль типа донатный потому что ключи же надо покупать а в этом у нас вот месяца Техас и камуфляжи к нему так Сталинград Георг Тирпиц и один еще один белоктоп так за банан не поплывем поехали к нашим товарищам Арканзас Вайоминг возможно да они там все похожи он и Техас они там все вот один за другим по моему шли я что-то почитал ну так не вдаваясь они 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 все там примерно одной серии но Техас он блин и на Аризону похож на это да это Вайоминг по-моему таки не сведется блин да тут неудобно сводиться идут копии техники ну да то есть над чем работают люди что они вот эти сестершипы то есть силы значит на другое на мой взгляд брошено то есть если вводится сестершипы значит нет времени о Зуранис Зуранис это человек из нашего чата в телеге сейчас он меня и победит потому что играет он такой как хорошо а ну это вообще это бот так что Зуранис делает смотрим смотрим учимся у про я то так играю только когда ролики надо снимать сейчас не до игр а вот он сидит за островом там коварно да и вообще вот да вот все эти корабли это круто все бабахает дредноуты но опять же когда нету нормальной механики прицеливания когда все слетает и вот не надо брать упреждения все это тут тоже довольно скучно становится какой-то момент не знаю хочется какого-то прям геймплея вот с баллистикой чего-то связанного так а у нас вообще тут одни боты либо блин вообще а так я вдвоем с Зуранисом играют или нет но его утопили странно как так вообще не ясно так мы и не встретились так либо уже из-за времени народ не заходят не ну вот александр это явно человек блин ну тут тоже не поймешь народ себе берет никнеймы иногда как у ботов простые чтоб никто не догадался так так Вашингтанское морское соглашение потопило обслуживание 78 линкоров мда вообще конечно да у нас корабельная тема она не популярна в СНГ почему то не ну тут все можно выходить у нас вот все танкисты не любят кораблю так ну что попробуем еще разок сыграть может быть нас кинет к людям пока корабль вызывает не то что спорные а скажем так негативные эмоции а вот опять Зуранис опять он против меня так я на открытые местности надо валить отсюда и чем быстрее тем лучше вот сейчас закидают ракетами ага ну давай вот по этому вот смотрим что это у нас вот это еще и Ямато целый и вот пошли ракеты да по воде идут но как это вообще ненормально по моему нет или такие ракеты были кто-то знаток морской истории подскажите блин вот его надо убить там в Ямато вообще по-моему ничего не заходит просто я не вижу урона нет какой-то урон прошел только я не знаю от нас или не от нас по этому типу 51000 у нас набил корабль вот это вот нехорошо очень нехорошо ну это Ямато ребята вот кстати Гамбургу тоже такое ощущение что не столько сносят либо там реально они сделали что эти взрыватели не срабатывают либо я не знаю блин надо переставить эту кнопку и она меня с ума сведет имеем повреждения так ну что полечимся я там в Ямато так ничего и не заходит блин бред какой-то ооо зашло 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 все все молчу молчу так видим человека но ракеты не наводится почему вот почему загадка загадка war thunder блин почему не наводится это должно наводиться так так наводка есть ракет нету блин вот вот что это было сейчас вот вы видели да все спал прицелы и до свидания до свидания снова наводись целый час блин это бесит это я начинаю заводиться вот просто вот на секундочку мигнул прицел и все и ничего не случилось того что должно было случиться и вот это вот постоянная история она просто раздражает но в ситуации с ракетным кораблем это же ну блин критично а она вот постоянно то есть вот принцип по которому вот эти прицелы работают они вообще для меня неведомы о наших убивают гляньте там еще кракен этот живой кто то на него идет давай кракена попробуем тут вроде как и стоять на ну вот опять ну ладно хорошо тут в дым и ушел чувак Володя всех разносит на чем Володя играет ну вот что это ну я вижу его ну я вижу этот корабль ну че у меня вот из-за того это невозможно просто играть вот вот типа камушек помешал понимаете камушек помешал мне навести ракеты нет я не хейтер ладно я не хейтер просто меня это бесит а вот сейчас почему то идет наводка хотя корабля блин в упор не вижу а а теперь вообще непонятно наводка есть но ракеты может у них какая-то дальность если ограничить блин может у них ограничение по дальности реально а гляньте фусо прошло что-то даже поразительно да да конечно этим ракетам нужно что-то с траекторией этой делать либо с пробивной их способностью ой ура я забрал кого-то ну все это победа прощальный привет от фусо да на костылях и говноходе ну не знаю но прицел этот он просто вымораживает реально отбивает прям желание то есть я вот хочу чтобы это исправили но я не знаю насколько насколько ну вот смотрите вот она вот эта ситуация да и вот я его видел видел но прицел не срабатывал то есть вот это вот прям бесит механика а что касается кораблей с ну с обычными пушками ну так вот там реально ты думаешь что ну так нафига это а вот кстати видите да вот это тут все ушли ракеты и толку от них никакого ну хоть те сейчас зайдут я надеюсь ну те зашли на целый процент ладно а с обычными пушками говорю ты реально думаешь ну дайте лучше упреждение я без вашего автоприцела буду стрелять нормально да ну проскочим вроде бы наверное это конечно очень красиво когда ракета вот так вдоль воды летят еще буфит от первого лица ракета прям вообще красиво ну может потянет не вызывают радости этот корабль вот прям абсолютно вот вот не могу в нем ни одного пока плюса найти опять же но возможно это для искушенного игрока вот опять вот я вижу тебя я тебя вижу чё ты не прицеливаешься вот чего не прицеливается то вон а кто-нибудь может а вон то уже прицелился ну нет прицела нету нету а вот сейчас правильно уже в меня все прилетело и мы начали наводиться а я не знаю как вообще это возможно там чё ракеты ракеты они как наводится знаете по какому принципу в бинокль надо посмотреть причем из трюма судя по всему да тоже опять что-то летит куда-то не вот пошел урон по одному проценту снимаем сейчас что там пролетит добьет нет нет нереально да а ведь еще надо снять обзор на этот корабль давайте на гамбурге попробуем хотя это уже как как говорит молодежь тильт поймал блин просто так люди то есть фока филипп так так вроде люди появляются филиппу по это наверняка все таки нет блин а кто-то вышел а типа люди люди вообще выходят мы тоже выйдем ладно все раз запустимся так кидали в сторону противника а там уже радар ракета его лошу а поэтому и ролл было минимальное длина созведения несколько метров чтоб своих не зафигачить интересно спасибо джак что-то я пропустил то у нас телеграме есть в нашей группе нам нужен такой разбирающийся человек вообще все нужны я пытаюсь все-таки собрать как-то людей которые во флоте играют хотя бы у нас там в тележке сам не часто захожу но там люди ведут бурное общение по поводу кораблей что радует и кстати не токсично очень все редко когда там кто-то ругается почему-то хотя вот там в дискордах в общественных там блин срач постоянно идет так ну что у нас тут боярка боярку я встречал на чем-то уже вроде люди все люди да а езди есть в дискорде а но дискорда но дискорд это полтаровский я там вообще не появляюсь то есть то есть ну когда надо только поговорить о чем-то ну дискорд будет у нас основой для клана или как тут модно говорить полки блин так ладно кто у нас здесь волкер с кем же мне отправиться в бой сейчас будешь думать да вперед пойдем уже уже не будем в тактику просто поиграем ну вот через остров может увидим кого-нибудь не хватает конечно разведки но ой может мне в тестер и податься блин до времени нету вот и игре чтобы как-то может можно было повлиять на процесс создания я даже не знаю ну потому что вот настолько вот недоработок вот ну как вот эти вот все проблемы с ракетами с этим всем на проморгали так ну тут явно же прям ну вот есть проблемы ребята же мы все-таки как-то что-то гоняли ну игра должна доставлять удовольствие она вот данном случае не доставляет так сейчас я запущу по линкору поэтому чего-нибудь прочитаю последнее сообщение так сутула в собак зачем добавили но это типа вместо вместо покупок за деньги теперь через этих собак будет все говорят что так типа им удобнее как хорошо на гамбурге прям сразу смотрите отпустила блин прилетела что-то там в бисмарка и сразу сердце запела свирель сейчас еще прилетит ну и очень много прилетела в этот раз но все равно ну приятно по крайней мере эти ракеты хоть куда-то попадают блин он кого-то завалил из наших бой в меня попали глянь хочу где команда то моя блин героическая так боярка так даром наверно год но его тоже надо завалить а мне пробили эти управление кораблем блин ну вот и нормально смотрите и урон проходит это как бы в колонии ушли ракеты да ну вот тут ладно хорошо тут можно сказать что я налажал тем не менее блин есть же эффекта от этих ракет опять да шо что будешь делать ну грёбаный ты пик блин коммунизма ну и сейчас когда не прогрузится у меня конечно прицел слетит да быстрый быстрый все дарну хана я думаю линейный крейсер кричат а там никакой не крейсер линейных чударом жив еще какого хрена там целый бисмарк блин стоит ну вот тоже я не вижу его но я уже сейчас могу стрелять правда этот пик коммунизма сейчас меня перекроет все скорее всего о здравствуй бисмарк блин слетела 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 ничего ничего сейчас закинем сейчас тебя закинем давай 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 эти вот это плохо солода не будем испытывать судьбу так вы хоть какой урон проходит хоть куда-то там героически наш чувак куда-то все плывет это вообще умиляет пока там кто-то где-то плавает команду разносят но эта игра не знаю не для таких манёвров на мой взгляд немного не для таких манёвров так свалить отсюда с этого блин кусочек у тебя осталось ладно фусо это вот так как же здесь то пойти нам хорошо а наш ой здесь гамбург а там он его завалит короче этого нашего чувака дыма ушел так от этих надо здесь так почему я не попадаешь а плохо целишь да плохо целишь но я его забрал но хоть кого-то забрал что уже хорошо так а у нас можно дым и поставить а остался и один но я говорил что он заберет этого типа потому что там тип был на каком-то линкоре старом ну и правильно сейчас эти будут стоять опять же нахрен чё-то куда-то бисмарк а блин фуссо еще этот есть куда свалить то здесь напряжённо напряжённо откидываем ловушки ну хоть кусок забрали блин несчастного бота ладно в любом случае я хоть этот бой хорошо сыграл короче что могу сказать ребят фигня полная этот корабль этот белка бисмарк фу гамбург как видите сразу прям мы начинаем играть и сразу у нас все хорошо и с уроном и так далее ну да конечно я проиграл но опять же я не могу один всю катку вытащить но сразу видно просто до результат что то есть дело конечно и в руках тоже но тут явно техника решает так что вердикт давай сейчас включил для наглядности вердикт белка по не примировать ни при каких обстоятельствах пока что может быть если он будет играть исключительно против гамбург of и таких же как он кораблей он будет иметь вес какой-то но опять же он играется только на открытой воде любое препятствие его ракеты сбивает это плохо то есть чем хорош гамбург да мы можем за остров закинуть ракеты весь урон проходит здесь так не получится соответственно настолько две нормальные ракеты смысла большого них нет в общем-то на этом все стрим на этого завершаем с вами был алик шикака хороших вам боев и всем пока